Уважаемые зрители, смотрите видео о том, что в организационном плане как СССР надо было бы брать пример СанНРБ, так и нынешней России не помешало бы это делать сейчас. И другие видео вы можете посмотреть на моём канале о том, что все прошляпили при посадке Луны-9, а также на канале Глобальная Волна в том же Ютубе. Это видео с использованием цитат Сергея Минаева посвящено своеобразному советскому аналогу АнНРБ в той части, в которой эта секта безумных фанатиков являлась научно-исследовательским институтом Гитлеровской Германии. Тем более, что после 1936 года АнНРБ становится научно-исследовательским институтом, который охватит все сферы немецкого общества. Как и почти что все организации, тем более предприятия Советского Союза были охвачены первыми отделами КГБ. И соответственно, хотя многими у нас, все вот эти рассказы про изобретение летающих тарелок, телекинез и прочие мистические вещи, которыми занимался АнНРБ, воспринимались всерьёз, а перекликающиеся с ними идеи даже реализовывались в инициативном порядке, в том числе и при поддержке самых крупных наших авторитетов. В частности, по линии разработки новой техники, то всё это, к сожалению, игнорировалось теми, кто занимался официальными разработками, а порой даже сталкивалось с тем, что в негативном плане приписывалось и всё ещё приписывается КГБ. История Третьего Рейха густо замешана на мистике и оккультизме. Это, конечно, отличалось от всего, что было в других странах. То есть, такого не было ни в Советском Союзе, ни в Соединённых Штатах Америки, ни в Великобритании. На самом деле, любой человек, в принципе, тяготеет к тёмной стороне. Не к тёмной даже, а к неизведанной. И если такого рода ужасные злодеи одновременно эффективный менеджер, как Гиммлер, из всё того же неизведанного, создавал будущий базис для своего правления. Вот после победы над Советским Союзом Гитлер уже будет старенький, а я, значит, соответственно, буду всем этим управлять. Что же касается аналогичного базиса из наших засекреченных инициативных научно-технических разработок советских времён, то и его судьба оказалась незавидной. После развала СССР его не просто продолжили, как и прежде игнорировать. Он был даже, как и ставшая официальной его составная часть под названием НТТМ, превращён в объект для насмешек. Мол, в своём большинстве нашим изобретателям и рационализаторам просто нечем было заняться и они портили то, что, порой, лежало даже в основе научно-технического прогресса. И это, кстати, было следствием ещё и того, что наши авторы новых идей были всего лишь менее испорченными реалиями рыночных взаимоотношений. Тех взаимоотношений, которые, кстати, привели в тому, что, например, наша победа в Великой Отечественной войне была предопределена в том числе и широкомасштабным использованием если и не самой куницы, то просто лошадей, в качестве универсальных природных агрегатов, при перевозке грузов. Ведь проблема проходимости в наших условиях до сих пор остаётся достаточно весомой. Конечно же, можно даже восхищаться креативностью тех же германских инженеров, но именно их наработки во многом и предопределили излишне прожорливый характер нынешнего научно-технического прогресса. Ведь надо и меру знать. И именно так, действовал наш соотечественник, пытливый исследователь Иван Осипович Ярковский в поиске ответа на вопрос, почему движение планет не тормозится сопротивлением эфира, не позволяя себе сразу же своими измышлениями поставить крест на теорию эфира по примеру своих западных коллег. Ведь предложенное им предельно простое объяснение возможности, а значит и факта существования, в частности у планет собственных природных реактивных двигателей. Это как раз и было то направление по которому и должен был бы развиваться научно-технический прогресс. Но он пошёл в направлении, проложенном, отнюдь, не нашими учёными, предоставив нашим креативным учёным, таким как, например, Николай Александрович Козырев, довольствоваться проведением экспериментов в инициативном и игнорируемом всеми порядке. Это касается, в частности, и Владимира Александровича Хишкин-Цева, установившего изменение веса газа в зависимости от температуры, одним словом, оглядываясь назад и оценивая ту роль, которую сыграли такие грандиозные события двадцатого века, как именно наша победа над фашизмом, первый взрыв атомной бомбы и запуск первого спутника Земли, становится очевидным, что для нынешней нашей победы над пресловутым Западом, нам уже не обойтись без подобного грандиозного события. События, конечно же, значительно более весомого, чем то, на что оказались способными. Например, беспилотники и могут оказаться способными тот же искусственный, интеллект или же, вообще официальная наука. Хотя, конечно же, не стоит недооценивать и все наши, а также зарубежные научно-технические достижения, как нельзя к ним относиться и так, как это делают, например, сторонники зеленой энергетики. Мы же, в принципе, больше всего сейчас страдаем от того, что не используем все еще имеющуюся у нас палочку-выручалочку, при помощи которой можно было бы в короткий срок и резко ускорить именно наш научно-технический прогресс, а сводится она всего лишь к обнародованию хотя бы и той научно-технической информации, которая касается инициативной деятельности и все еще остается засекреченной именно потому, что на вполне законных основаниях нас с нею не могут уже ознакомить ушедшие от нас авторы и участники соответствующих экспериментов. А они, не исключено, являются даже более впечатляющими, чем то, о чем я рассказывал в связи с мягкой посадкой Луны и Девять и прочее. Да, без режима секретности государством не обойтись, но в нашем случае, учитывая и нашу заорганизованность, в области науки от этого режима и соответствующих экспертиз мы больше теряем, чем что-то там находим. Более того, очевидным же является то, что засекречивание научно-технических новшеств еще ни разу себя не оправдало, как и то, что так нужным нам сейчас грандиозным достижением может быть только лишь убедительная и наглядная демонстрация именно нашим экспериментальным космическим аппаратом факта использования дармовой силы. И именно такой, которую, как это обосновал еще в начале 20 века Ярковский, развивают планеты за счет переизлучения солнечного света. Соответствующий им может быть даже предельно простой, и чрезвычайно дешевый эксперимент именно после нашей победы, мог бы сделать нынешний характер научно-технического прогресса не таким уж прожорливым, каким он был, к сожалению, и в СССР, и все еще таким же остается и в нынешней России. Не говоря уж о том же Западе.